Более подробно обсудим ситуацию на фронте и в целом ситуация на Луганском направлении с Сергеем Гайдаем, это глава Луганской областной военной администрации. Сергей Владимирович, здравствуйте, рада вас приветствовать. Здравствуйте. Добрый вечер. От вас, как от главы Луганской областной военной администрации, пожалуйста, озвучьте последние месседжи, которые можно уже озвучивать в прямом эфире касательно Луганского направления, то, что вам известно. Пожалуйста. У нас ситуация достаточно сложная сейчас, но тоже могу сказать, что полностью контролируемая нашими силами обороны, она, правда, отличается. У нас три направления есть, Сватовская, Кременская и Белогоровка. Везде противник применяет разную тактику, но это зависит и от тех подразделений, которые там находятся со стороны как раз оккупированной части Луганской области. И, в принципе, зависит от ландшафта, потому что Кременная – это все-таки лесистая местность, там больше применяется пехота и тяжелая техника. На Сватовском направлении враг применяет и снайперов в том числе. С техникой они пытаются, но пока у них ежедневные потери в технике тяжелой. Их уничтожают и ночью, и недавно колонну целую уничтожили. Даже, в принципе, насколько нам известно, целый командир полка там где-то пропал у них. Может, где-то в лесах потом найдется, а может и нет. Белогоровку сейчас обстреливают тяжелыми калибрами очень сильно, потому что, ну, знаете, тут уже такое, видно, со злости от бессилия. Потому что столько, сколько держится Белогоровка, столько, сколько героически просто защищают наши силы обороны ее, то уже, видно, нервы не выдерживают, поэтому просто накрывают ее, ну, круглосуточно тяжелыми калибрами артиллерии. Сергей Владимирович, сейчас на Донбасс отправляют все больше самые такие элитные, если можно сказать, подразделения ЧВК «Вагнер». То есть самые такие силы россияне свои бросают как можно больше. Но, с другой стороны, пушечное мясо никто не отменял. Также их бросают российские войска. По потерям у россиян какие цифры сейчас вам известны? Что сейчас, как теряют, где больше, в каких направлениях? А все зависит. День на день не приходится, на самом деле. Все зависит от того, как они пытаются проводить вот свои эти волны наступлений. Если техника идет, то и техника уничтожается. Могу сказать, что, наверное, максимальное количество техники уничтожается на Сватовском направлении. И максимальное количество пехоты уничтожается в районе Кременной. Буквально на этой неделе тяжелое было наступление. Волнами, тремя ротами пытались в Кременной продавить нашу оборону. В конечном итоге отошли, но отошли только две роты. Одна осталась там уже навсегда. Ну, то есть порядка 70 человек только за сутки осталось на Кременском направлении. А еще были атаки в районе Сватова, в районе Белогоровки. И везде у них постоянно есть потери. Ну и плюс, нужно учитывать, что наша артиллерия работает очень хорошо. Что-то взрывается на территории оккупированной временной Луганщины. Глубоко в тылу российско-оккупационных войск. И так периодически, ну вот крайний раз в Кадьевке после взрыва минус 30 боевиков. И склад с оружием взлетел на воздух. Хорошо, если говорить непосредственно о ситуации. Заговорили уже о Бахмуте, в свою очередь. Я очень аккуратно мониторю информацию. Мы все прекрасно помним, как Российская Федерация умеет вбрасывать информационные фейки. Сергей Владимирович, поясните, пожалуйста. Бахмут сам по себе и вот данное направление в стратегическом вопросе, что оно дает а украинским военным, б российским военным, какие направления открываются для Украины, какие возможно открываются для Российской Федерации. То есть об опасностях, об этих вот линиях соприкосновения. Расскажите, пожалуйста. Вы знаете, даже если бы вдруг сегодня или завтра, или через неделю, неважно. Если бы вдруг командование наше после просто титанических героических усилий, ежедневных подвигов, которые там делали каждый солдат, каждый военнослужащий, представитель всех подразделений, нацгвардии, ССО, ГУР, ЗСУ, нацгвардии, пограничников все, кто там, героически держит оборону. Если бы они получили такую задачу, что нужно отойти от Бахмута, то, я думаю, не осталось бы ни одного человека, который бы не был бы уверен в том, что они выполнили просто героический подвиг. Потому что столько времени, сколько держался Бахмут, столько десятков тысяч российских боевиков, сколько там навсегда осталось под Бахмутом, и сколько десятков тысяч санитарных потерь. То есть это такие ранения, которые не позволят боевику уже обратно вернуться на фронт. И столько времени, сколько выиграла оборона Бахмута для создания оборонных рубежей дальше. Но тут переоценить его важность очень сложно. С другой стороны, что Бахмут значит для российско-оккупационных войск? Это просто символ. Им нужно что-то продать своему населению. Хоть какую-то победу на сегодняшний день они могут вообще россиянам показать? Нет. Нет. Уже говорили все, они по Бахмуту. Мы это проходили. Уже говорили, что по Севердонецку просто они ходят, все нормально, они заняли Север. И в этот момент там порядка сотни кадыровцев наши защитники положили непосредственно в городе. То же самое по Бахмуту. Рассказывали, что они его уже взяли, что они его уже контролируют. Сегодня генерал-полковник Сырский показывает, что он в Бахмуте. Ну, защита однозначно Бахмута важна была. Военное командование знает, почему именно держалась эта оборона и держится до сих пор. И они все задачи там выполнят, ну, тут даже не на 100%, а на 150, на 200, на 1000%. Каждый день обороны, он героический. И каждый, кто там был в Бахмуте и до сих пор охраняет его, оберегает, защищает, это герой Украины однозначно. Поэтому нужно верить официальным источникам, Сергей Владимирович, таким, как вы, официальной власти, а не вот этой всей пропагандистской непонятно чему. Не хочется нецензурно выражаться в прямом эфире. Сергей Владимирович, каждый раз, когда с вами общаемся, практически каждый раз, конечно же, мы спрашиваем о гражданских, о мирном населении, о ситуации, вода, свет. Могут ли добраться медики, помочь, волонтеры? Как, вот, скажите здесь. Что касается деоккупированных населенных пунктов, людей осталось не очень много. Максимальное количество жителей находится и проживает в Невском. Это порядка 140 человек. К сожалению, периодически из-за регулярных вот этих прилетов со стороны российско-оккупационных войск гибнут мирные жители, некоторые с ранениями. Вывести их можно. Те люди, которые там находятся, отказываются на сегодняшний день выезжать. Ну, для примера могу сказать просто, в Новоселовском военные вывезли четырех пенсионеров после того, когда они вообще три месяца просидели в подвале. Что они там делают? Почему? Ну, вот, уверен, знаете, что предлагали и не раз эвакуироваться. Но, к сожалению, где-то вот упертость такая ввиду возраста какого-то, какой-то ментальности еще, не знаю, советской. Что они боятся потерять? Я, когда у нас проходила эвакуация Луганской области, вот, начиная с 24 февраля, старался использовать все площадки, какие только возможно, и обходы, и полицейские подключались, и патрульные, и военные, нацгвардия, телевизор, интернет, все подключать для того, чтобы обратиться к людям и донести до них главную мысль. Стены мы потом восстановим, построим, отремонтируем, в зависимости от повреждений. Жизнь самое главное. Тем более, что мы обеспечили гуманитарными наборами все области Украины, где находятся наши переселенцы. В каждой области есть гуманитарные штабы. Работаем сейчас активно по поводу жилья. Люди, которые выезжают, они имеют крышу над головой. Те люди, которые остаются на деоккупированных территориях, у них есть возможность связаться со своими родными, ну, или с кем им нужно, потому что мы обеспечили Старлинками. К Старлинкам мы обеспечили топливо и генераторы. Есть старосты, которые наблюдают за этим всем. Мы регулярно привозим туда хлеб и гуманитарные наборы в виде продуктов, средства индивидуальной гигиены и наборы для ремонтов легких от наших международных партнеров. Там все время есть коннект у нас со старостой, с полицейскими, которые там находятся, и с военными. Если вдруг срочно нужно оттуда выехать кому-то, эвакуироваться, мы это делаем на сегодняшний день. Такая возможность есть. Да, это опасно, но тем не менее, любой человек, который захочет выехать в любую область Украины, мы это обеспечим. Сергей Владимирович, вам огромное спасибо за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Всегда рады вас видеть в наших эфирах. Напомню, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай был на прямой связи с нашей студией.